Приветствую вас, Надежда. Скажите, пожалуйста, как вы могли подумать, что то, что происходит с вашим мужем, является кризисом среднего возраста и пройдет, если почти все специалисты, в том числе я, отвечая на ваш вопрос, правда, нет, это было не год назад, а чуть меньше, сейчас седьмой месяц, а вы писали в десятом месяце с прошлого года, то есть прошло, ну, по крайней мере, с момента вашего публичного вопроса, прошло меньше года. Так как вы могли подумать, что это кризис среднего возраста и пройдет, если все специалисты говорили вам, в том числе и я, что это не кризис среднего возраста, это проблема ваших взаимоотношений. Это проблема ваших взаимоотношений с мужем, это неудовлетворенность вашего мужа той жизни, в которой вы живете, это неудовлетворенность вашего мужа отношениями с вами и тем, что вы ему даете. Это проблема взаимодействия, это проблема взаимопонимания, это проблема чувствования друг друга. Как вы могли прийти к идее о том, что это кризис среднего возраста? Непонятно. То есть нет, на самом деле, я понимаю, что вам было проще, вероятно, проще, удобнее думать, что это кризис среднего возраста и что это пройдет и что вам делать ничего не нужно и что все само собой как-то разрешится. Но ответственное ли это поведение? То есть, как бы, поведение взрослого ли этот человека? Вот, что необходимо разобрать и рассмотреть. Понимаете, какая штука? Смотрите, вы пишете о том, что, значит, узнаете о любовнице, о том, что она беременна, вы узнаете о том, что муж гордится тем, что смог 50 лет дать ребенка. Ну вот, для вас это достаточно проблематичное болезнь, но, кстати говоря, почему вы пишете, что мир рухнул, это ведь означает, что вы, по сути, чрезмерно и чересчур зависимы от своего мужа. И что сами, вот сами по себе, своих собственных целей, своих собственных ориентиров в жизни, своих собственных ценностей и саму себя, как предмет, предмет, так сказать, любви, да, предмет ценностей вы не воспринимаете и не имеете. Затемный вопрос о вашей самодостаточности, по сути, то, что вот у вас, как вы говорите, рухнул мир, это свидетельствует как раз таки о том, что вы не самодостаточны, не самодостаточны. Это свидетельствует о том, что вы на себя уже давно перестали полагаться, что вы, по сути, растворились или, да, растворились в мужа или растворялись в мужа, в мужа, там, в семье вы растворялись. Вот, то есть, как бы, проблема в этом, скорее всего. Понимаете, какая штука. Вот. Вы узнаете, что муж, ну, встречается с любовницей, что она беременна и прочее. И вы, значит, помимо того, что вот просите его на не жениться, ставите условия, то он прекратился не общаться. И помогал только материально. Вот, как вы думаете, подобные условия-директивы, вот только честно, пойдут на пользу вам, вашему мужу? Если да, то простите, как? То есть, вы не спрашиваете мужа, а как так получилось? Как ты к этому пришел? Что произошло? Почему тебе захотелось за счет ребенка? Как, ээээ, вот, что ты чувствуешь? Что ты чувствовал? Чего ты хотел? Почему тебя мучили угрызение от совести? В чем именно ты чувствовал себя виноватым? Что ты, что, ээээ, в чем ты не мог раскрыться передо мной? Вот, на эти вопросы можно было бы постараться получить ответ. Не обязательно, такой, знаете, точный, такой, превентивный, предметный, не обязательно, но, по крайней мере, чувствуется, что вам не все равно. А так, вы просто отдаляете себя еще больше от своего мужа условиями, директивами, просьбами и прочее. Видите? Какая штука. И опять же, связанная с темой, что у вас качели, эмоциональные, я полагал. То вы хотите человека, ну, как бы, привязать к себе и ставить ему условия, что ты не общаешься, ээээ, только материально помогает. То, наоборот, вы хотите, вы хотите его от себя максимально отдалить, женить на ней, говорите. Хотя, казалось бы, как можно мужчине, ну, указывать, что ему делать? Да. Поэтому, это все вопросы о ваших отношениях, это вопросы о характере ваших, ваших взаимодействий. Вот вы возраст пишете его любовницей. Не очень понятно, зачем. Ну, то есть, какая польза нам, специалистам, от этого. Вот, в принципе, так можно вам ответить. Надеюсь. У вас в браке с мужем есть проблемы. Есть проблемы серьезные. Это проблемы вашего взаимодействия. Это проблемы честности, проблемы открытости, проблемы искренности. Проблема взаимопонимания. У вас есть и другая проблема. Это проблема неравенства партнеров. То есть, вы являетесь ведомой по отношению к мужу. Даже если вам кажется, что вы ведущая, что вы занимаете роль лидирующую, то это все равно замещение. То есть, вы замещаете лидерство, свою собственную несамодостаточность. Потому что мир рулит. И последнее. Очень важно понять, как вы восприняли на свой счет. Первый момент, когда муж начал смотреть на каждую юбку. И второе. Сейчас. Как вы это восприняли? Именно вы восприняли ли вы это на свой счет? Скорее всего. Если да, то как? Очень важно. Очень важно это понять. Гармонизация отношений с мужем вашим возможно более чем возможно. Но, для этого, нужно желание, как минимум, желание вас обоих. Ваше, ну, ваше общее желание. Вот. Так что, выбирайте психолога и начинайте работать. Я думаю, что совместные консультации, это первое, чего вам нужно начать. На совместной консультации будут выработаны основные рекомендации, выявлены основные проблемы вашего мужа. Вот. И, соответственно, начнете их решать. Благополучно. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится.